здравствуйте меня зовут заболотная антонина анатольевна я учитель биологии и сегодня мы узнаем какие типы индивидуального развития онтогенеза бывают у животных онтогенез это индивидуальное развитие и делится на два этапа эмбриональное и постэмбриональное развитие постэмбриональное это развитие после рождения развитие из яйца так вот какие же типы онтогенеза или индивидуального развития бывает бывает прямое развитие прямое развитие и не прямое развитие прямое развитие понятно что из яйца и появляется организм очень похожи на взрослое животное прямое развитие характерно для таких живых организмов как человек рождается маленький ребенок который очень похож на взрослая на взрослого человека он отличается только размерами все млекопитающие пресмыкающиеся пресмыкающиеся прямое развитие характерно для дождевого червя например моллюски и некоторые другие животные непрямое развитие это развитие когда рождающийся организм не похож на взрослое животное и для непрямого развития характерно стадии личинки что же такое личинка личинка это особая стадия развития организма которая не похожа на взрослое на взрослые организм личинка характерна для таких животных как насекомые земноводные именно у них идет непрямое развитие через стадию личинки причем что интересно личинка не только не похожа на взрослые организм она отличается и физиологически и типом питания и даже средой обитания например все вы знаете лягушку личинка лягушки называется головастик и в отличие от лягушки она как рыбка лягушка имеет плавники не имеет конечности дышит жабрами и только в период развития из головастика развиваются взрослые лягушка причем личинки они имеют даже другие названия у лягушки это головастик у нас у бабочки это гусеница у мух называется опарыш и так далее непрямое развитие тоже бывает двух типов это с превращением и без превращения развитие с превращением с превращением с превращением называется с метаморфозом метаморфозом и без превращения без превращения без превращения с превращением развитие с превращением состоит из нескольких фаз первая фаза это яйцо затем яйцо превращается в личинку личинка здесь у нас называется гусеница гусеница превращается в куколку а куколка уже вас превращается во взрослое насекомое которое называется имаго или взрослое насекомое то есть организм который развивается с метаморфозом или с превращением имеет четыре стадии это яйцо это гусеница это куколка и эмаго взрослое насекомое гусеница это личинка для данном случае для бабочки оно отличается и внешне и питанием бабочка питается нектаром гусеница питается листьями листьями растений оно отличается и соответственно средой обитания бабочка летает в основном в воздухе гусеница живет на деревьях на листьях могут отличаться и по продолжительности жизни некоторые бабочки живут всего несколько дней а гусеница может жить несколько месяцев у колорадского жука гусеница или организм на стадии гусеницы живет два года далее стадия куколка очень удивительная когда организм то есть гусеница покрывается особыми оболочками у нее внутри происходит обмен веществ хотя ведет себя куколка абсолютно неподвижно и вот такое развитие называется развитие с метаморфозом оно характерно очень многим насекомым таким как бабочки жуки мухи комары пчелы но для некоторых насекомых характерно развитие без превращения когда из яйца из яйца появляется личинка появляется личинка она очень похожа на взрослые насекомые но отличается только размерами затем она растет и превращается во взрослые насекомые которая называется имагу взрослые насекомые или это или это итак мы с вами разобрали два способа непрямого развития организмов который характерен для насекомых в основном для таких насекомых как бабочка жуки мухи пчелы характерно развитие с превращением с метаморфозом через четыре стадии яйцо гусеница куколка взрослые насекомые для таких насекомых как царанча кузнечик клопы для них характерно развитие без превращения это три стадии яйцо личинка похожая на взрослые насекомые и взрослые насекомые которые называются имагу таким образом сегодня мы с вами узнали как происходит развитие у различных животных оно может идти быть прямое развитие может непрямое развитие прямое развитие характерно для таких организмов как человек млекопитающие присмыкающиеся моллюски паукообразные некоторые ракообразные дождевой червь непрямое развитие характерно для всех насекомых и для земноводных для лягушек причем непрямое развитие бывает с метаморфозом то есть с превращением и без превращения с метаморфозом претерпевает 4 стадии развития яйцо гусеница куколка и взрослые насекомые без превращения три стадии яйцо личинка взрослые насекомые на этом наш урок заканчивается если возникли вопросы пишите нам в комментариях до свидания ребята